Здравствуйте! В студии Наталья Абливина. Сегодня в программе обзор тенденций на рынке первичного и вторичного жилья Петербурга. По данным консалтингового центра Петербургская недвижимость, в Красногвардейском районе в продаже представлено 12 жилых комплексов. Из них 9 объектов представлены в классе масс-маркет и 3 объекта в классе бизнес. Сейчас мы рассмотрим динамику средних цен в этом районе. В классе масс-маркет средняя цена квадратного метра, зафиксированная в мае 2013 года, составила 75 400 рублей. В мае же текущего года средняя цена в этом сегменте составила 74 900 рублей за квадратный метр. В классе бизнес квадратный метр в мае прошлого года стоил 136 300 рублей, а в мае этого года средняя цена квадрата 145 300 рублей. На сегодняшний день в Красногвардейском районе установилась средняя цена квадратного метра в 74 900 рублей. В общем, по Петербургу средняя цена квадрата составляет 95 400 рублей. Таким образом, отклонение от средней цены в этом классе составляет минус 21,5%. В классе бизнес в Красногвардейском районе средняя цена квадратного метра составляет 145 300 рублей. В общем, по городу средняя цена квадрата в этом классе 148 600 рублей. Надо отметить, что за последний год средняя цена квадратного метра в классе масс-маркет практически не изменилась. А вот в классе бизнес с мая 2013 по май 2014 года цена квадрата увеличилась на 6,6%. За 2014 год средняя цена квадратного метра в классах масс-маркет и бизнес увеличилась на 3 и на 0,6%. Вообще, на начало 2014 года Красногвардейский район лидировал по объему предложения жилья класса бизнес на территории Петербурга. По объему предложения жилья массового спроса на протяжении всего прошлого года этот район занимал седьмое место в городе. За комментариями мы обратились к Ольге Трошевой, руководителю консалтингового центра «Петербургская недвижимость». В Красногвардейском районе на текущий момент представлено в продаже 12 жилых комплексов. Из них три жилых комплекса относятся к бизнес-классу. Проекты бизнес-класса, как правило, располагаются на текущий момент в районе набережных Свердловской, Малоохтинской. Но основную часть, безусловно, представляет массовый класс, масс-маркет. Если говорить об уровне цены, то на текущий момент в Красногвардейском районе средняя цена масс-маркет несколько ниже, чем в целом по Санкт-Петербургу. На процентов 15-20 на уровне 75 тысяч за квадратный метр. Невысокая цена объясняется, конечно же, большим предложением, сосредоточенным вблизи закадом. И опять же, это один проект, представляющий массовое предложение, представленное на текущий момент в районе, где средняя цена от 58 до 65 тысяч за квадратный метр. Студию можно приобрести на сегодняшний момент от 2-1 миллионов за объект. Ну а если говорить о однокомнатных, 2,5 миллиона минимальная цена. И в предложении есть также доступные предложения 3-4-комнатных квартир на уровне 4-5 миллионов. Если говорить о перспективах района, то основные проекты будут представлены как уже строящимися объектами, это развивающиеся в следующей очереди строящихся объектов, так и реновация территорий. Ну а в перспективе ближайшие мы ожидаем выход в продажу интересного перспективного проекта, возводящегося на территории бывшего завода «Баррикады», очень выгодно расположенного рядом с метро «Ладожская», в шаговой доступности. Там будет возведено порядка свыше 100 тысяч квадратных метров, свыше 3 тысяч квартир. Объект будет относиться к классу масс-маркет. Продолжает наш выпуск обзор цен на рынке готового жилья. По данным Центра исследований и аналитики группы компаний «Бюллетень недвижимости», за прошедшую неделю стоимость жилья на вторичном рынке Петербурга не изменилась. Средняя цена предложения по-прежнему составляет 99 900 рублей за квадратный метр. Доля объектов, цена которых меньше 70 000 рублей за квадратный метр, составляет почти 4% от общего объема предложения квартир. Большую долю рынка ровно 73% занимают объекты, цена за квадратный метр которых от 70 до 110 тысяч рублей. 9,5% приходится на объекты стоимостью от 110 до 120 тысяч рублей за квадратный метр. И доля дорогих объектов, цена которых больше 120 тысяч рублей за квадрат, составляет 13,7%. Самыми дорогими на вторичном рынке остаются однокомнатные квартиры в домах старого фонда с капитальным ремонтом. Здесь стоимость квадрата составляет 119 тысяч 200 рублей, а без капитального ремонта – 113 тысяч рублей. Самыми дешевыми вариантами остаются трехкомнатные квартиры в старой панели. Средняя цена предложений на этой неделе составила ровно 82 тысячи рублей за квадратный метр. Самое дорогое жилье на вторичном рынке Петербурга предлагается в Центральном и Петроградском районах. Цена квадратного метра здесь составляет 114 тысяч 900 и 113 тысяч 100 рублей. Самое дешевое жилье предлагается в Красносельском районе. Стоимость квадратного метра жилья здесь составляет 87 тысяч 500 рублей. Также недорогое жилье можно приобрести в Невском районе, и цена квадратного метра составляет 89 тысяч 300 рублей. Это был обзор динамики цен на рынке жилья Петербурга за минувшую неделю. С вами была Наталья Обливина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова